Привет с тобой, я Даня, ну или же Квантум, и добро пожаловать. Это новый ролик. Помнишь мой шорт в ютубе, в котором я говорил, что моя новая 4090 не влазит в корпус? Это моя новая 4090, а это мой компьютер. Просто постоянно ее размер. Она бесконечно большая. Я хочу ее примерить на свой компьютер, как это будет выглядеть. Она не влезает. Она не влезет ни при каких обстоятельствах сюда. Да, только если ее можно вот так вот поставить по диагонали. Она слишком большая для моего компьютера, ты посмотри на это. Нет, купил я эту видеокарту умышленно для одной цели. И что самое забавное, многие из вас вообще угадали в комментариях, для чего я ее купил. Большинство стали писать, что совсем скоро совместный ролик с HyperPC. И вы были правы. Откуда вы это знали все? Так вот, не буду томить ближе к делу. Одним прекрасным утром, а точнее, наверное, часов в 11, мне в дверь позвонил курьер. Два. И говорит, заберите посылку, а там... Смотри, что у меня есть. Это огромная, преогромная коробка. И сейчас мы ее будем распаковывать. Не знаю, как я ее буду распаковывать, потому что она прямо очень большая. А это, кстати, кусочек меня. Привет. Не спрашивай, почему она стоит вверх ногами. Меньше слов давай открывать, смотри. Замок раз. Открыли. И, кстати, как компьютер выглядит в финале, я тоже еще не знаю. С оплеткой проводов я еще его не видел. Поэтому сюрприз будет как для меня, так и для тебя. Ну что, ты готов? Открываем. А-а-а-а. Вау. И оман он большой. Жесть. Какой он огромный. Эта коробка настолько большая, что в целом я не могу в ней полностью спрятаться. Тут очень удобно. Триндец, как здесь удобно. Коробка монстрозных размеров. Было сложно вытаскивать из нее компьютер, но я справился. Я уже принес нож и готов. Корпус компьютера будет вот такой вот. Но что внутри этого компьютера, это просто вау. Ну что, поехали? Аккуратненько. Вот эту стрепу убираем. И смотри. Все, минус стрепа. Она еще отскочила. Вторая стрепа уходит туда же. Смотри, она не срезается. И теперь самое интересное. Мы вскрываем. Смотри, коробочку. Главное не скрыть чего-нибудь лишнего. И не поцарапать ком. Потому что он там, наверное, прям снаружи лежит. Hyper PC Cyber. Мы собирали с Hyper PC этот компьютер целый день до ночи. По итогу я уехал в 3 часа ночи. Что касательно ролика о том, как мы собирали компьютер. Он уже вышел на канале Hyper PC. После просмотра ты можешь перейти по ссылке в описании и посмотреть ролик на канале Hyper PC. Как мы мучились и собирали компьютер в холодной тюрьме. Ну а что самое главное и интересное. В этом ролике будет анонсирован конкурс. Он уже анонсирован. На апгрейд твоего компьютера. А если у тебя уже есть крутой компьютер, тебе просто поставят крутую видеокарту, если она тебе плохая. Но если у тебя весь комп крутой, тебе поставят водяное охлаждение. И условия там максимально простые. Нужно быть подписанным на канал Hyper PC, на мой канал. И под роликом на канале Hyper PC оставить любой комментарий, чтобы вас могли определить как победителя. Ссылка на ролик Hyper PC в описании. После просмотра переходите, смотрите, обязательно участвуйте в конкурсе. Продолжаем. Мы его не дособрали и они его доделывали сами, поэтому я не видел как он выглядит. Открываем его, ты готов? Что же здесь будет? Очередная коробка. Кстати, которую я не порезал, аккуратно открыл. Целая система защиты. Вау, ты посмотри какой он. Ты только посмотри на этого красавца. Да, ты кто такой? Ты Hyper PC Cyber. Тут даже Quantum написано. Ты посмотри какой красавчик. И главное, что видеокарта влезла. Помнишь историю, где видеокарта не влазила в мой корпус? Вы писали, ты дурак. Ты купил видеокарту. Мог бы на размер посмотреть. Нет, я не дурак. Я специально купил для вот этого вот красавчика. Помпа, смотри. Кастомное водяное охлаждение полное. Сейчас мы его вытащим и посмотрим на него. О, я его достал. И по первым впечатлениям, он просто в десятки раз тяжелее моего предыдущего компьютера. Смотри на эту красоту. Белые кабеля подходят к плате. Сам корпус белочерный. Какой красавчик. Пойдем его врубим. А я забыл показать тебе еще кое-что. Ты посмотри на это. Па-па-пам. Кто это такой? Это енотыч? Обалдеть. Hyper PC. Морда енота довольная такая. Ну, не очень довольная. Носик класс. Помимо компьютера приехали также вот такие документы на компьютер. Я так понимаю, это всякое-всякое. Гайды. Ой, что такое? Это конвертик с письмецом. Давай посмотрим, что здесь. Вот такое вот письмо я тебе его покажу. Ты захочешь, можешь поставить видео на паузу и прочитать его. Ну что, пойдем этого красавца подключим. Посмотрим, как он будет работать. Зацени, кого я принес, а? Как ты-то такой у нас большой и прекрасный, а? Это мой новый компьютер. Он тяжелый. Носить его максимально неудобно. И это капец за то, какой производительный. Сейчас я его подключу, настрою, попользуюсь им немного. И расскажу тебе про все. И покажу тебе десты, что немаловажно. И у меня возник здравый вопрос. Куда мы его с тобой будем ставить? Есть два варианта. Это поставить его на стол. Здесь он будет меньше пылиться. И поставить его на пол. Как мой старый компьютер, который стоял все время на полу. И он прям очень сильно пылил. Пыль его просто колонизировала. Вот. Как бы нам так с тобой сделать, чтобы ты мог проголосовать? Оставлять на столе или ставить его на пол? Где, на твой взгляд, он будет лучше выглядеть? Первое включение. И включаем его вместе с тобой. Вау. Вот это красота. Вот это реально круто. Подсветочкой везде. Надпись. Смотри. Hyper PC Cyber Quantum светится. Ну что, начнем с процессора. Здесь стоит 12900KS. А этот малыш, это просто мелкий филиал ада в моем компьютере. Потому что он способен разогреваться до таких температур, которые даже кастомное водяное охлаждение порой не в состоянии укротить. И это полный капец. В общем, вариант такой, чтобы четко с процессора снимать температуру, его нужно скальпировать. Скальпирование, это когда ты снимаешь крышку с процессора и теплосъемник от водяного охлаждения, то есть вот эту вот приблуду, напрямую ставишь к процессору через прокладку в виде термопасты. И то есть таким образом мы выигрываем 20-15 градусов температуры. То есть на 20-15 градусов он будет холодней. Здесь стоит огромный трехсекционный радиатор. Кастомное водяное охлаждение. Помпа. Кстати, называется Quantum, как и мой канал. Как мы делали водяное охлаждение, собирали вообще весь этот компьютер. Повторяю, ты можешь увидеть на канале Hyper PC. Ссылка на их ролик будет в описании. Также там пройдет конкурс. Оперативная память G-Skill 64 гигабайта DDR5. Материнская плата MSI Z690 Unify X. SSD по 2 терабайта от MSI. Причем SSD M.2, который интегрируется прямо в материнскую плату. Тут снимается специальная ячейка, выдвигается и вкладывается эта ячейка памяти. После чего материнская плата закрывается бэкплейдом и их даже не видно внутри платы. Блок питания также от MSI с золотым сертификатом, мощный на 1000 ватт. Давай заглянем внутрь, сейчас я сниму стекло. Видишь, трубки уходят. За корпус. Это называется Clean Look. Я снял стекло, сейчас его уберу. Самое большое, что бросается в глаза, это огромных размеров видеокарта. Которая не влезла в мой люмен. Но без каких-либо проблем влезла в моего нового Сузера. Cyber PC. Кстати, мне очень понравилась материнская плата, которая маленькая и у которой всего два слота под оперативную память. Кстати, у меня вообще компьютер получился монобренд почти. У меня блок питания MSI, материнская плата MSI, видеокарта MSI, SSD MSI. Про что тебе еще рассказать? Про корпус. Корпус мне очень импонирует. Как я и говорил, дизайн мы подбирали специально под мою комнату. Команда, ты видел же скорее всего в их ролике, они приезжали ко мне в гости. И сказали, здесь по-любому должен быть черно-белый стайл. Ну вот, собственно говоря, мы его и рисовали. А на задней крышке вообще еноточ, морда еноточа. Слишком много каких-то технических терминов. Я думаю, что многим это непонятно. Скажу проще. Компьютер просто зверь. Он рвет с места, как... И в мире машин это как Бугатти Широн какой-нибудь. Который готов ехать 400 км в час просто с места. Кстати, как ты заметил, компьютер полностью дырявый. Видишь, здесь... Ха-ха, шутки про дырявые. Сейчас пойду в комментариях. Видишь, здесь очень много технологических отверстий. То есть, здесь просто пустота. И это очень положительно скажется, конечно же, на его охлаждении. Но в этом и есть огромный минус. Он просто будет весь в пыли. Пыль просто будет считать этот компьютер своим домом. Я хочу сказать огромное спасибо всей команде HyperPC. Отдельное спасибо хочу сказать Артему, Владу и Сереге. Где Серега это оператор, Влад это сборщик. А Артем это человек, с которым мы собирали все это. Это был капец. Мы провели целый день. Половину дня мы сидели в холодном помещении. Собирали в тюряге в холодной. Потом мы под вечер уехали в офис, до трех ночи его собирали. И они прошли через все это вместе со мной. Пацаны профессионалы своего дела. Плохого ничего сказать не могу. Сделали все четко и красиво. Что тебе еще рассказать можно? Ну, я думаю... Ну, зачем рассказывать? Можно перейти сразу непосредственно к тестам. И ты все увидишь сам своими глазками. Погнали. Ну что, добро пожаловать на тесты. Посмотрим. Смотри, это свинка Пеппа. Настройки графики демонстрирую тебе. Обязательно смотри. 4К разрешение, полный экран. Настройки графики все ультра. Сглаживание, вертикальная синхронизация. Все красиво, здорово. Смотри, что мы имеем. 2000 кадров в секунду. Красота, красота. Смотри, сейчас мы начнем взаимодействовать с местными интерьерами, с местными предметами. Законы физики действуют. Поехали. Кадры даже не просели. 40-90 просто лучшее. То мы видим, видеокарта грузится на 98%, при этом температура всего 66 градусов. Офигительно. 1800 кадров. Вообще ничего не пролагивает. 4К разрешение и процессор тоже идеально работают. Пойдем в следующую игру. Следующая на очереди Red Dead Redemption 2. Как ты думаешь, какие здесь стоят настройки графики? Да зачем думать? Я тебе сейчас просто покажу. Заходим в настройки. Графика. Ты сейчас будешь удивлен. У меня вообще челюсть на пол упала. Разрешение 4К 3840 на 2160. Вертикальная синхронизация выключена. Тройная буферизация. Это нам все не нужно. Поехали, значит. Смотри. Качество текстур ультра. Анизотропная фильтрация в 4К вообще не нужна. Но она тут включена. Икс 16. На трындец как много отведает ресурсов. Все у нас ультра. Как ты видишь, все ультра. Везде ультра 4К разрешение. Что у нас про фреймрейту? Заходим. Смотрим. Давай побегаем. Смотри-ка. 115 кадров. Red Dead Redemption 2. Ты серьезно? У меня просто в 2К компьютер лагал. Мне приходилось ставить ее в разрешение 1080p. Потом у меня появилось в 3080p. И в 2К она уже что-то более-менее 70 кадров, 70-80 давала. Здесь же в 4К стабильность 120 кадров. Посмотри на эту красоту. Лес, вечер, закат, туман. Что может быть еще краше, вкуснее и прекрасней. Так, оружие. Я давно не играл в игру. Не помню, как играть. Как вообще лошадь призвать-то свою. В общем, посмотри на этот фреймрейт сказочный. 115. Я тебе говорю. Я в RDR с таким кайфом еще никогда не играл. Ладно, живи, штучка. Все хорошо. Будет с тобой. А тебя... Произошла небольшая проблема. Залагало окно мониторинга системы слева. И ты не увидел фреймрейт. Для того, чтобы тебе продемонстрировать его повторно, я зашел снова в игру. И в этот раз я уже включил другой счетчик. И давайте я покажу настройки графики, чтобы ты не думал, вдруг я тебя обманываю, вдруг что-то не так. Смотри, я тебе все показываю. 40-90, 4К разрешение, все ультра, все ультра. Значит, побежали, побегаем, посмотрим. У нас случилось на дворе ночь. И 115 кадров. Все, в принципе, как и было, так и есть. Красота, красота. Пойдем в другую игру. Теперь я буду демонстрировать вот это окошко справа сверху. Оно не залагает и не исчезнет, как это было в случае с мониторинговой программой. Поэтому будем опираться на показания этой программы. Следующая на очереди новая Forza Horizon. Посмотри, 4К, какая красота. 143 кадра. Вот это просто поистине восторг. Предустановлены параметры экстремально. Высоко, очень высоко. Все классно, прекрасно. Видео, 4К. И поехали, посмотрим, как она будет себя вести. Пока что что мы имеем? Мы имеем 143 кадра в секунду. Это более чем круто. Это все упирается в герцовку монитора. Потому что, ну не упирается у меня монитор. 145 герц. И то при разгоне. На супре-то на новое. Бачком повороты пройти 143. А, я знаю, почему он больше не показывает. Он может и больше показывать. Дело в том, что в игре есть настройки. О, сейчас бэквард будет, смотри. Не, не получилось. Есть предустановки по частоте кадров. И там максимум 143 кадра в секунду. Поэтому он больше и не разгоняется. А может он гораздо, мне кажется, больше. Здесь, наверное, 200 кадров могло бы быть. Следующая игра это Metro Exodus. Насколько ты знаешь, это трындец. Какая грузовая игра. И она стоит в 4К с полными ультра настройками. И как ты видишь, она выдает 76 кадров. Чего, блин? 4К разрешение. Качество экстрима. И точнее всего, смотри. Derex 12 RTX включена. Трассировка лучей ультра. Это то, что убивает именно все. И DLSS при этом отключена. А DLSS это то, что как раз таки с помощью нейросети помогает нам увеличить FPS. Во всех играх я специально отучил DLSS, чтобы тесты были максимально чистые. Я могу врубить DLSS. И здесь сейчас просто будет 150 кадров плюс на ультра настройках. Но нам это не интересно. Нам интересно посмотреть на чистую производительность игры. То есть, видишь, какое качество. Блин, это просто красота. Вообще, 74 кадра для 4К разрешения. Обрати внимание, это в 4 раза больше, чем просто 1080p. И оно играет абсолютно стабильно и приятно. 75 кадров. Есть закрытые помещения тоннельного пространства. Типа тоннель тоннера. И до 100 будет разгоняться. А это, почему я показал именно это место. Это самая грузовая локация во всей игре. Которая прям FPS убивает больше всего. Вот, значит, видишь, мы заходим. У нас FPS начинает вырастать прям моментально. И все хорошо. 70 кадров, 69. Не так уж он вырастает. Но все равно. Отличный результат. 4К разрешение. А вот он стоит, наш красавчик. Идем к нему. Блин, ну это просто превосходно. Мне, наверное, захотелось эту игру пройти снова. В 4К разрешении. Это одно удовольствие. Посмотри-ка. Следующая на очереди у нас стоит GTA 5. И эта игра стоит в 4К на ультра настройках. И при всем этом раскладе она нам выдает выше 150 кадров. То есть смотри, графика. Поехали. 4К разрешение. 144 Гц. Монитор больше не позволяет. И все остальное. Ультра, ультра очень высоко. Короче. Все ультра прекрасно. Что мы имеем? 166 кадров. Просто FPS упирается в герцовку монитора и преодолевает ее. То есть монитор физически больше выдать мне не может. Я впервые играю в GTA в 4К. На таком просто. С таким фреймрейтом. Ты понимаешь? В 4К. Обычно в GTA играют в 1080p. А стандартное разрешение для игр. Ну максимум 2К. Максимум 2К разрешение. Кстати, дурацкий цветокор и погода странная. Это из-за Хэллоуина. Потому что... Сейчас я снимаю вот как раз. В преддверии Хэллоуина. И в GTA поменяли погоду. Вот такая вот. На странный такой вот цветокор. Видишь, какие страсти кругом происходят. Что мы имеем? 160 кадров. Ниже не спускаемся. Мы можем кататься, делать все что угодно. И фреймрейт у нас просто превосходный. Отлично, отлично. Вот такой вот у меня новый компьютер. Как он тебе? Спасибо HyperPC. Спасибо вам за просмотр. Не забывай подписаться на канал. И также переходи по ссылке в описании на канал HyperPC. Там вышел ролик с тем, как мы собирали мой новый компьютер. Спасибо. Хорошего вечера. Я тебя обожаю. Ты самый лучший. До скорых встреч. Пока-пока.